Здравствуйте! В Киеве 11 утра. Это значит время новостей. Самым главным на эту минуту расскажу я и мои коллеги в студии Тимофей Львутин. Один украинский военнослужащий получил ранение с начала суток на Донбассе. С полуночи российские оккупанты 8 раз открывали огонь, при этом тяжелое оружие не применялось. Об этом телеканалу UATV рассказал представитель пресс-центра штаба операции объединенных сил Вадим Бакай. На протяжении текущих суток боевики российско-оккупационных войск 8 раз открывали огонь по нашим позициям в районе населенных пунктов Крымское, Новоторшковское, Троицкое, Водяное, Лебединское и Широкино. А вот за минувшие сутки ранения на Донбассе получили двое украинских военных. Боевики 57 раз стреляли по позициям защитников Украины, в том числе из тяжелого оружия. В частности, из 122-мм артиллерии оккупанты били погнутого. Из минометов, в том числе тяжелых, по укреплениям возле Крымского, Луганского, Майорска, Зайцева, Водяного и Лебединского. В районе Николаевки работали снайперские пары террористов. На остальных рубежах использовались гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, БМП и противотанковые ракетные комплексы. По данным украинской разведки, один оккупант был уничтожен, шестеро получили ранения. Вражеские обстрелы, жизнь в блиндажах, ежедневные риски, тяготы полевой жизни – все это испытывают на себе не только мужчины, но и женщины-бойцы украинской армии. Одна из них приехала в Украину из России. Бывшую жительницу Челябинска, вставшую на защиту Украины добровольцем, встретил на передовой Игорь Меделян. Восточное единоборство, восхождение в горы, сплавы на байдарках, лыжные забеги и марафоны – это далеко не весь перечень увлечений Ольги до войны. Однако агрессия ее родной страны против Украины изменила жизнь. Вот рабочее место мое. Основная военная специальность Ольги – оператор-наводчик БМП. Сейчас ее рабочий инструмент – тяжелый пулемет ДШК. На опорном пункте под оккупированной Горловкой Ольга воюет на равных с мужчинами-бойцами. Это нормальный боец, которому не боишься повернуться спиной. Знаешь, что сзади прикроет. Или наоборот, больше бы таких бойцов в армии. С Дмитрием они прикрывают друг друга уже несколько лет подряд. С тех пор, как вместе ушли добровольцами на фронт. В подразделении Ольга – единственная девушка. И она одна. Среди них говорит на русском языке. Но на передовой это не помеха, ведь цель у них одна. То, что стоит против нас, это зомбованное бедло, то есть враг. Но только зомбировал его кто? То есть там политика партии, политика государства такая, что они сделали из тех людей, которые, не скажу, что это братский народ, но соседняя страна. Они сделали из соседней страны врага. То есть они сюда пришли, их сюда никто не знал. В 2014-м Ольга не поверила российской пропаганде. Правду о войне, развязанной Кремлем, узнавала от своих украинских друзей. Когда узнаешь правду о том, что происходит, тут два варианта. Либо закрыть глаза и жить с этим, и не обращать внимания, либо пытаться что-то сделать. Сейчас бывшая жительница российского Челябинска – гражданка Украины. Сменила гражданство, отказавшись от российского официально. То есть тем способом, который был возможен на тот момент. У меня нет российских паспортов. Она рискует жизнью на передовой каждый день. Говорит, сейчас ее место здесь, вместе с другими украинцами, взявшими оружие в борьбе против российского агрессора. Мы отсюда уходить не собираемся. И никто не будет бросать позиции, никто не будет сдавать. По крайней мере, меня окружают такие люди, которые пойдут до конца, пойдут до последнего. Игорь Меделян, Донецкая область, ЮЭй ТВ. Чрезвычайное положение из-за лесных пожаров объявлено на греческом острове Эфбея. Об этом заявил губернатор области континентальной Греции Косос Бакаянис. На своей странице в Facebook. Пожары на острове Эфбея, расположенном в 70 километрах от Афин, начались накануне в воскресенье. Из-за сильных ветров огонь пока не удалось взять под контроль. Жители двух поселков на острове были эвакуированы, как сообщает местное издание Екатемирини. Со ссылкой на местные источники власти с огнем борются 186 спасателей, 62 пожарные машины. Задействованы также 8 пожарных самолетов и 5 вертолетов. Затонувший в 1895 году корабль стал достопримечательностью маленького немецкого города Клеве. Посмотреть на останки судна приезжают туристы из-за рубежа. Больше о его истории расскажет Александр Кулебаба. На первый взгляд это грудодосок. На деле 123-летний грузовой корабль. Увидеть это старинное судно приезжают сотни туристов и жителей немецкого города Клеве, расположенного на берегу Рейна. Я в восторге от его возраста и от того, что оно появилось, и мы можем увидеть хотя бы его часть. Представить, каким большим оно было. Поэтому мы здесь. После нескольких недель аномальной жары самая крупная река Германии Рейн обмелела местами до критического 71 сантиметра. За последние месяцы осадки выпадали всего несколько раз. Поэтому судно показалось публике. Из-за низкого уровня воды мы смогли его увидеть. Живем неподалеку. Всего в 15 километрах. Решили посмотреть, прикоснуться к истории. Грузовой корабль «Дехуб» затонул в 1895 году в результате взрыва динамита. При этом погибло 16 человек. Александр Кулебаба, ЮЭТВ Украинский гимнаст Игорь Радивилов завоевал серебряную медаль в опорном прыжке на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в шотландском Глазго. 34 тысячных балла он уступил победителю, россиянину Артуру Далалаяну. Эта медаль стала седьмой в карьере Радивилова на чемпионатах Европы и четвертой в опорном прыжке. Соревнования проходили в рамках объединенного чемпионата Европы. В целом украинская сборная завоевала 26 наград и заняла восьмое место в медальном зачете. На счету украинцев 8 золотых, 13 серебряных и 5 бронзовых наград. В общей сложности было разыграно 187 комплектов наград в 13 видах спорта, в частности плавания, прыжкам в воду, спортивной гимнастике, велотреку и легкой атлетике. Оперативная информация на наших страницах в соцсетях, а также на сайте телеканала uatv.ua На этом у нас пока все, но буквально через 2 часа новый свежий выпуск новостей, поэтому не переключайте и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова